итак ребята я думаю вы не просто так смотрите видео и наверняка вы подписаны на канал если же вы зашли на канал еще не подписаны советую подписаться дубликатом канала существует группа вконтакте а также группа в телеграме в этих группах висит реклама о том что через киви можно снова оплачивать и сейчас я хочу показать как можно оплатить товары на али через киви если кто не в курсе от электронный кошелек с помощью более дешевого курса доллара чем в официальном приложении от алиэкспресс кто не понял произошедшее на экране объясняю я показал как я уже заказал наушники от компании lenovo и сэкономил на этом 200 рубчиков то есть заказ в официальном приложении стоит примерно 1250 а я заказал его за 1050 само собой это было сделано в том самом приложении которое более древние от алиэкспресса и я сейчас покажу как но вот еще раз показываю наушнички 1255 а сейчас я вам покажу ценник по которому я их оплатил кто не помнит 1052 рубля и 13 копеек ну и сейчас смотрим как это делается но и поскольку люди делятся на два типа первым нужно увидеть вторым услышать работаю сразу на двоих показываю и говорю одновременно но видео ряд может немножко отличаться для того чтобы вы купили через киви вам нужно завести киви кошелек для того чтобы вы смогли платить киви вам нужно поставить приложение ссылка на приложение будет в описании к видео сейчас на экране вы видите пост в котором есть это самое приложение в двух вариантах выбираете любой какой вам нравится ну или если вы понимаете то выбирайте тот который нужен если не пошло после первой попытки установки как у меня сейчас значит у вас уже стоит такое же приложение поэтому его нужно просто удалить если же не пошло по другой причине приложение как бы у вас нет он все равно не встает значит это не та версия значит качайте вторую версию из того поста и ставите и и и после того как вы поставили приложение вам нужно в нем авторизоваться происходит это по номеру телефона если вы там еще не авторизованы то это произойдет регистрация после этого вам заводится электронный кошелек с разными возможностями в зависимости от подтвержденности если вы хотите покупать дорогие товары очень дорогие товары то вам нужно как бы себя подтвердить само приложение вам подскажет как это сделать если вы хотите покупать что-то дешевое то это вовсе не необходимо далее вам нужно решить как вы будете пополнять счет на этом киви кошельке я лично перевожу из мтс банк ну можно и сбера и так далее прямо в личном кабинете перевод на киви кошелек делаю это после того как оформлю саму покупку на алиэкспрессе и алиэкспресс выставить счет на киви просто как счет выставлен при попытке оплатить через киви с вводом само собой вашего номера телефона как подтверждение кошелька киви вам нужно будет перейти в приложение киви и увидев счет нажать на оплатить его заранее конечно же внеся ту сумму которая вам нужна для оплаты некоторые умельцы умудряются привязать туда свою обычную карту и автоматически переводить деньги но я это не рекомендую потому что можно по запаре как-нибудь на покупать кучу всего ну там кто с бодуна кто еще как-нибудь неважно лучше вносить деньги выделено чтобы вы были уверены в том что покупка это должна быть кстати как видите нифига не записывается работа в денежных приложениях но это в общем мелочи из-за настроек конфиденциальности в андроиде то есть от его защищенности вам придется некоторые вещи просто поверить мне на слово вы их не смогли увидеть но суть такова что в банковском приложении просто переводите денежку на счет киви потом идете на страницу товара и оплачиваете предварительно еще раз напомню вам нужно подготовить карточку товара то бишь заказать его как бы с неоплаченным счетом на киви потом переходите на киви еще раз повторяю пополняете его на нужную сумму нажимаете на оплату счета и у вас происходит автоматическая оплата вашего счета но иногда вот так как на экране система может убедиться что вы человек после того как нажимаете оплатить вы можете увидеть стоимость в двух разных системах это я специально тоже покажу то есть одна система предлагала купить за сто двадцать пять что ли рублей вторая за сто восемнадцать ну короче как то так сейчас я смотрю миниатюрки извините очень то уже на память не помню я помню с наушниками 1250 и 1052 почти 200 рублей без двух рубчиков по моему очень даже весомо напоминаю еще раз картинка видеоряда не очень взаимосвязано но голосу можно верить сначала ставите приложение киви потом ставите приложение по ссылке из видео ведущий на 4pda где на форуме выложено само приложение aliexpress старая версия которая умеет платить по киви ему не разрешаете обновляться в маркете иначе она опять поставит новую версию которая не даст вам платить через киви далее в этом приложении выставляете валюта доллар после этого выбираете вариант оплаты вашего заказа киви после этого киви создает неоплаченный счет и вам нужно будет оплатить уже этот неоплаченный счет внеся ту сумму на счет который вам необходимо после того как деньги на счету нажимаете платить неоплаченный счет от aliexpress а оплачиваете и товар из неоплаченных переходит в категорию оплаченных товаров и поздравляю вуаля вы сэкономили денежки сыграли на разнице курса доллара само собой не всегда выгодно покупать через эту систему потому что нужно следить за курсами для этого заходите на киви смотрите курс там и заходите на aliexpress и прикидываете ну или знаете если где то смотрите курс там и если разница серьезная рекомендую платить через киви всем спасибо и сорян за то что видео вышло длинным попытался объяснить медленно и педально чтобы поняли все если кто не понял по голосу смотрим картинки если кто не понял картинки на экране слушаем голос всем спасибо всем пока это латуха надеюсь помогло я теперь точно оплачиваю через киви тогда когда разница в курсах довольно таки серьезная всем спасибо всем чао стоп-стоп-стоп пояснение для тех кого бесит реклама можно иметь два приложения от aliexpress и в официальном выбирать ложить в корзину и так далее а вот в этом которая обсуждалась данном видео оплачивать ну или можно оплачивать на компьютере через браузер там как угодно главная суть чтобы платить через киви вам нужно именно вот старая версия если на компе в браузере у вас это не работает значит все таки делаем с приложения всем пока еще раз